В Ульяновске открыли школу фермера. Проект реализован при поддержке Россельхозбанка в сотрудничестве с региональным минсельхозом и аграрным университетом. Будущие фермеры приступили к занятиям 1 сентября. Школа фермера нацелена на поддержку и развитие малых форм хозяйствования на селе. Обучение для слушателей бесплатное. Все расходы взял на себя Россельхозбанк. Фермеры сегодня являются драйвером развития сельских территорий, но часто нехватка знаний мешает им построить эффективный прибыльный бизнес. Школа фермера помогает аграриям получить эти навыки и знания. У нас будет 45 студентов обучаться по трем направлениям. Молочное козоводство, мясное овцеводство и рыбоводство. Это три перспективных направления для нашей аграрной отрасли, которые имеют большой потенциал развития. Учиться фермеры-студенты будут не за партами в классах и аудиториях, а дистанционно с помощью цифровой платформы «Свое фермерство». Каждому слушателю создан личный кабинет, где впоследствии будет собран весь материал. Это первый этап. Второй будет практический. Слушатели посетят самые разные успешные и интересные региональные сельхозпредприятия, фермерские хозяйства. Узнают все тонкости ведения бизнеса в сельском хозяйстве из первых уст. Общий объем занятий – 250 часов. Те, кто по итогам обучения успешно защитит свои бизнес-планы, получат диплом о профессиональной переподготовке, а также смогут претендовать на грантовую поддержку своих предпринимательских инициатив. Мы, как аграрный университет, стараемся им дать новые знания, знания в науке. И вот та школа фермера, которая сейчас обозначена по образовательным программам, будет 100% внедрена. Будут с ними задействованы новые технологии, преподаватели высокого уровня. Также мы будем приглашать больших практиков с большим опытом работы, чтобы они получили более качественное образование. Считаю, что такая подготовка позволит им более эффективно вести крестьянско-фермерские хозяйства. И мы всегда готовы помогать в плане научного сопровождения. Среди слушателей школы – как начинающие фермеры, кто находится в самом начале пути в сельском хозяйстве, так и действующие, кто ведет свое дело, но хочет повысить квалификацию или запустить новое направление. К примеру, Елена Пчелинцева из Меликесского района выросла в семье фермеров. Подала заявку на обучение в школе фермера – одна из первых. Знания хотим получить, чтобы правильно развиваться, чтобы получать хорошее качественное производство, правильно кормить, правильно ухаживать, чтобы прибыль была хорошая. Это тоже главное. Еще очень хочется, чтобы молодежь привлекалась к этому, как мы. С момента запуска проекта более 460 фермеров России прошли обучение в школе фермера. 45 наиболее талантливых слушателей уже получили гранты на создание и развитие малых форм хозяйствования. В этом году школа фермера одновременно стартовала в 27 регионах страны. В День знаний в Аграрном университете состоялся общероссийский телемост, посвященный открытию проекта. Первые лица Россельхозбанка и отрасли, региональный Минсельхоз и профильные ведомства поздравили слушателей с началом обучения. Виктория Черкова, Александр Кудряшов, Улправда ТВ. Продолжение следует...